Привет, друзья! В этом видео приготовлю салат с хрустящими баклажанами и раскрою три секрета, чтобы он всегда получался вкусным. Рецепт пришел из грузинской кухни. Он простой в приготовлении, включает доступные ингредиенты и очень вкусные. Ингредиенты для салата оставлю в описании. Первым делом нарежем баклажан на небольшие кусочки. Грузинская кухня отводит баклажанам не менее почетное место, чем баранине. Она предлагает бесчетное множество самых разных рецептов приготовления этого овоща. Баклажаны запекают, маринуют, жарят, тушат и солят. Ну а мы, чтобы он получился хрустящим, обжарим его в фритюре. Вот мы и подошли к первому секрету. Баклажаны перед обжаркой необходимо запланировать в парахмале. Именно так мы получим хрустящую корочку и баклажаны не впитают много масла. А поможет нам в этом простой пакет. Отправляем баклажаны в масло. Пока жарится баклажан, подготовим томаты, зелень и заправку. Форма нарезки произвольная, главное, чтобы размеры кусочков были схожи с баклажанами. Не нарезайте их сильно крупно или мелко. А теперь нарежем базилик. Сильно мельчить не следует. Да, можно добавить еще и кинзы. Но мои гости ее не любят, а готовим мы в первую очередь для них. Поэтому учту их вкус. А следующий компонент – мята. В ней заключается наш второй секрет. Она добавит салату свежести. Даже те, кто уже пробовал этот салат, откроют в нем новые вкусы. Для заправки возьмем сладкий чили и смешаем с оливковым маслом. Салат получится пикантным, но в меру острым. Но вы всегда можете добавить несколько стучков жгучего перца. Заправим наши томаты и зелень. Если вы смотрите это видео и еще не подписаны, обязательно подпишитесь на канал. Баклажаны зажарились. Выложим их на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Посолим баклажаны. Томаты и зелень я не солил, так как соус достаточно соленый. А пока остывают баклажаны, пожарим кешью. Не допускайте моих ошибок, следите за орешками. У меня они немного подгорели. Перед подачей добавляем баклажаны и аккуратно перемешиваем. Наконец-то он готов. Приступим к сервировке. Выкладываем салат на тарелку. И теперь третий, самый главный секрет. Добавим кусочки мороженого сыра. Он очень нежный и воздушный. Замечательно подчеркнет хрусткость баклажана. Украсим листами свежего базилика и орешками кешью. Пора угощать гостей. Посмотрим, отгадают ли они мои секреты. С недавних пор это мой любимый салат. И я очень хотела пробовать его именно в твоем исполнении. И наконец-то это случилось. Поэтому сейчас будем пробовать. Баклажан смотрели, как жарится. Очень аппетитный был. И очень вкусный в этом соусе. С помидоркой. Очень вкусно. И мой любимый базилик. На самом деле это свежее и вкуснее, чем в ряде мест в Томске, где я его заказывала. Попробуйте приготовить по этому рецепту. У вас должно получиться очень вкусно. Пока. Хрустит баклажан. Ммм, какая вкусняшка. Баклажан с помидором. Это божественное сочетание. Попробуем сейчас про сыр. Школьный сыр такой. Нейтральный. Но подчеркивает все вот это божество. И закусим орешком. Очень вкусно. Рекомендую. К приготовлению. Спасибо.